Сборная Казахстана по футболу обыграла Сан-Марина в матче отборочного турнира к чемпионату Европы 2020. Игра завершилась со счетом 1-3. Все мячи подопечные Михаила Белека отправили в ворота хозяев уже в первом тайме. Открыл счет в матче Бахтиюр Зейнудинов на 22-й минуте. Гафуржан Сюембаев удвоил преимущество команды. А спустя еще 4 минуты Алексей Щеткин довел счет до разгромного. Сан-Марина отличилась лишь голом престижа. Его оформил Филиппо Берарди. Он и стал первым и пока единственным в этой отборочной кампании. Казахстан набрал 10 очков и догнал идущий четвертый Кипр. В заключительном туре наши футболисты сыграют 19 ноября на выезде против Шотландии, которая с 12 очками занимает третье место в группе. Тем временем сборная Казахстана по теннису готовится к финальной части Кубка Дэвиса. В этом году он впервые пройдет по новому формату в столице Испании. В эти дни в Мадриде работает и наша съемочная группа о состоянии команды и шансах на победу в сюжете Ларисы Гречихиной. Кубок Дэвиса кардинально изменился. А теперь 18 лучших сборных, в числе которых и команда Казахстана, приехали сюда, в Мадрид, где уже 18 числа начнутся матчи группового этапа. А сейчас команды проводят тренировки и привыкают к покрытию. В Мадрид сборная Казахстана в лице Александра Публика, который теперь является ее первым номером, Михаила Кукушкина, Александра Недовесова, Дмитрия Попко и Андрея Голубева, приехала неделю назад. Спортсмены говорят, что новый формат вызывает смешанные чувства. Разница, наверное, в масштабе. Все-таки слишком много команд для привычной обстановки Губка Дэвиса. Всегда же там одна команда, а здесь получается 18 команд, и очень много людей пересекается, тренера, игроки. И плюс играем на нейтральной территории. Очень странное ощущение. То есть даже мы играем с голландцами и с англичанами, но играем в Испании. Поэтому такие двоякие ощущения на самом деле. А тем временем сам инициатор реформы Кубка Дэвиса, знаменитый в прошлом футболист Жерар Пике, лично проверяет готовность всех объектов к старту. Начиная с этого года Кубок Дэвиса будут разыгрывать в течение недели в конце сезона. В четвертьфинал выйдут шесть победителей групп и две лучшие команды, занявшие вторые места. Здесь каждый матч важен, каждый сет, гейм важен. Почему? Потому что групповой этап, три команды. И вторая команда, две команды по вторым местам со всего группового этапа получат. Поэтому нам обязательно нужно при возможности обыгрывать. 2-0, 3-0, да 3-0 желательно с наименьшим количеством потерь. Первый матч на групповом этапе сборная Казахстана сыграет с Нидерландами. Поклонников тенниса ждут две одиночные и парные встречи. Второй на групповом этапе с командой Великобритании. Как у голландцев, так и англичан могу выделить очень сильную парную команду. У них очень хорошие игроки, которые стоят в двадцатке, в тридцатке. И, конечно, нам будет очень тяжело противостоять в паре. Также можно выделить, конечно, англичану Эдимаре, который возвращается после травмы. И, конечно же, игрок в мировом уровне, один из самых лучших игроков в истории. И будет, конечно же, тяжело противостоять ему. Но мы верим в себя. Матчи группового этапа сборная Казахстана, согласно расписанию, проведет 19 и 21 ноября. Благодаря такому благоприятному игровому календарю у наших теннисистов будет возможность не только понаблюдать за игрой соперников 18 и 20, но и набраться сил. Лариса Гречихина, Мирамбек Ахмаханов, Хабар-24, Испания, Мадрид. Сразу 400 стихийных свалок были обнаружены в Уральске и двух пригородных районах. С помощью космического зондирования работа по их ликвидации проводится не на должном уровне, отмечают экологи. К ответственности привлекли 16 акиматов сельских округов. Чиновникам выданы предписания об устранении нарушений и недопущения образованием незаконных свалок. Акимат города взялся за 6 несанкционированных мест размещения отходов в микрорайоне Балауса. Весь мусор отводится на полигон ТБО. Очищенная территория фиксируется и вносится в геопортал. Вот на этой площади зафиксировано 6 незаконных свалок. По городу Уральску зафиксировано 55 незаконных свалок. Это которые расположены и здесь, в поселке Зачиганске, и на территории поселка Дерку. Ну, на окраинах нашего областного центра. Постоянно проводятся выезды именно на места стихийных свалок с целью контроля и дачи рекомендаций местным исполнительным органам по их ликвидации. Пять человек погибли в результате стрельбы в американском городе Сан-Диего, штата Калифорния. По данным местной полиции, все погибшие были членами одной семьи. В частности, умерли три ребенка в возрасте 3, 5 и 9 лет, а также 29-летняя женщина и 31-летний мужчина. Правоохранители отметили, что на месте массового убийства был найден выживший 11-летний подросток. Его доставили в больницу с огнестрельным ранением. Состояние ребенка медики оценивают как критическое. Предполагаемый стрелок – один из погибших членов семьи. Полиция не уточнила, кто именно, сославшись на продолжающееся расследование. А в ряде иранских городов вспыхнули протесты, вызванные ростом цен на бензин. Они проходят в Тегеране, Мешхеде, Сержане и провинции Хузистан. В частности, по данным местных СМИ, в Сержане, что на юге страны протестующие попытались поджечь нефтехранилище, но были остановлены правоохранителями. Ранее власти Исламской Республики установили месячный лимит в 60 литров бензина для частных автомобилей, по которому топливо отпускается по сниженным ценам. Однако, затем стоимость горючего была существенно повышена. Военнослужащие расквартированного в Гонконге гарнизона Народно-освободительной армии Китая вышли на улицы города для расчистки баррикад и мусора, оставленных протестующими на дорогах в разных районах мегаполиса за последние дни. С понедельника в городе не прекращался хаос. Протестующие создали настоящий транспортный коллапс, из-за чего несколько университетов, а также все школы и детсады Гонконга отменили занятия. Некоторые отделения банков и ряд магазинов оставались закрытыми. Южнокорейское оборудование успешно применено в Казахстане. Об этом разработчики технологии рассказали на семинаре в Сеуле. 700 устройств, безвозмездно переданных жителям сел Алматинской области, существенно облегчили работу коневодам. Лошадям надевали ошейники с передатчиками, которые позволяли фермерам следить за животными с помощью мобильного телефона. Для работы оборудования не нужны интернет и сотовая связь. Аккумуляторов хватает нам две недели. Датчики передают информацию в радиусе 30 километров. Наблюдение за табунами велось в течение двух месяцев. Устройство показало хорошие результаты. И если раньше для того, чтобы найти стадо, требовалось около 4 часов, то с датчиками время сократилось до 60 минут. Фермеры надеются, что приборы помогут сократить число фактов конократства. В свою очередь, южнокорейские разработчики не намерены останавливаться на достигнутом. Они работают над увеличением продолжительности действия батареи, а также хотят наладить выпуск такого оборудования в Казахстане. Сейчас совместно с Ассоциацией коневодов готовится проект к 2020 году в Ак-Тубе. Ведутся переговоры. Если удастся договориться, то планируется проведение тестирования устройства на 150 тысячах лошадях. Наша мечта и цель – охватить весь Казахстан. Но больше мы планируем модель налаживания производства устройств у вас в стране, чтобы из Казахстана можно было бы экспортировать в Монголию и другие страны. У нас очень развито коневодство. Лошади пасутся там, где хорошая трава. Сами находят ее. Поэтому, куда они направятся, иногда никто не знает. Через такие GPS-устройства мы можем следить за ними. Андрей Бабошин из Петропавловска разработал радиолокационную систему. Но беспилотный летательный аппарат с помощью радиосигнала способен фиксировать утечки на нефтепроводах за очень короткое время. Для получения сверхточных данных необходимо задать определенную программу. А дальше все на автопилоте. Вместо камеры – тепловизор. По простоте производства, практичности и точности данная технология, по словам юного изобретателя, не имеет аналогов в мире. Проект Андрея Андрей разработал вместе с научным руководителем несколько месяцев назад и уже защитил его на областном конкурсе. Теперь планирует принять участие в выставке стартапов в столице. Ноу-хау заинтересовала одну из российских компаний, с которой школьник уже начал сотрудничать. На участке около 100 километров может определить утечку, если в эту трубью пойдет давление. На участке километров все равно это весьма продолжительное расстояние. На этот участок направляется беспилотник, который сможет буквально за один запуск облететь весь этот участок и вернуться обратно. Он произведет мониторинг, исследование, назвать как угодно, трубы и вернется уже на землю с точными данными. И в завершение смекалки сельских жителей не перестаешь удивляться. Порой из подручных материалов и старых запасных частей в деревнях создают удивительнейшую технику. Например, житель села Харатерек в Майском районе смастерил целый модельный ряд мини-тракторов. Ербулабишев испытал надежность самодельной техники. Аккумулятор, стартер, замок зажигания. Все как положено. Чудо-техника прошла все испытания и готова к эксплуатации. Местный куривень, так иногда называют автора этой машины, уже не удивляет своих односельчан. Люди знают, если дело мастера боится, то у сельского учителя Береккова Жанысова просто руки золотые. В этой технике в основном старые узлы и агрегаты от жигулей. Поставил два жигулевских моста, поэтому удалось сделать его полноприводным на четырех ведущих колесах. Рулевая колонка тоже от жигулей. Седьмой модели. Коробка пятиступенчатая. Рационализаторские способности у него проявились еще в молодости. С возрастом появилось время их реализовать. Мастерить в маленьком гараже к детальным чертежам не прибегает. Все придумывать на ходу. Единственное, габаритные расчеты будущей техники вырисовывать на бумагу. Долго думал, почему бы не попробовать сделать мини-трактор. В деревнях много кто делает самоделки. Прикинул, нарисовал схему. По этому наброску и начал собирать конструкцию. Потом пришла идея, почему бы не использовать навесное его оборудование. Такое, как ковш или кун. Пригодится же в хозяйстве. Как видите, получилось и неплохо. Я, конечно, не имею опыта вождения на тракторе, но в данном случае осмелился сесть на эту самодельную технику. И знаете, трактор довольно удобен в управлении и достаточно мобилен. От произведения говорит, что применил здесь так называемый метод переломки. Это когда центр тяжести ковша смещет нас в середину трактора. Это позволяет дать устойчивость груженному агрегату и облегчает управление. При этом мини-трактор универсальный. Им можно грузить сено, навоз, чистить снег, тянуть тележку, водить воду, словом, делать всю тяжелую работу. Самый первый мой опыт сборки – это трактор Т-40. Я сам собрал его по гайкам, по болтам. Сделал, как заводской. Только документы не смог оформить. Поэтому решил, раз так, то буду делать технику на свое усмотрение. На первые мини-тракторы устанавливал мотор ЗИД. Тоже неплохо себя показали. Продал их. Только вот фотография этого осталась. Его собрал из москвичевского двигателя и запчастей. Телегу тоже сам сконструировал. Местные фермеры стоят в очереди за очередным изобретением рационализатора. Его техника удобна для работы в кошарах и животноводческих базах. Уже седьмая модель нашего учителя. Он часто помогает в благоустройстве села. Его мини-тракторы компактные и очень удобные для поддержания сельской инфраструктуры. И это не единственное увлечение сельского учителя. В школе, где Берекпол Жанысов преподает уроки труда, открыл кружок дамбры. Выпускники прошлых лет подарили комплект музыкальных инструментов. Так и приучает школьный трудовик детей к музыкальному искусству. Дело мастера боится, но мастер дело не боится. Вот такие умельцы проживают в Паладарской области. С вами был Арстам Балтин. До встречи. Хорошего дня.